Здравствуйте, уважаемые садоводы! Я приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Иван Русских. И поговорим мы с вами на тему, которая не часто встречается в интернете, не часто встречается в блогах для садоводов и в статьях. А поговорим мы с вами о названиях сортов. Кто и как называет сорта, кому это необходимо и как это происходит. Вообще, во всех странах мира исключительное право назвать сорт, то есть дать изобретению название принадлежит автору этого сорта. Автор сорта это всегда физическое лицо, то есть человек, гражданин, творческим трудом которого создавался этот сорт. С одной стороны, такое право это очень хорошо, потому что сам автор может реализовать свою какую-то фантазию на тему или свой принцип на тему, как называть сорт. С другой стороны, название сорта зачастую это как-то лодка, как назовешь, так и поплывет. Поэтому оно еще имеет большое коммерческое значение и значение для маркетинга, для продаж. Поэтому это всегда баланс между какой-то идеей автора и теми людьми, которые занимаются продажами семян. Например, вот команда селекционеров Республики Беларусь, которая занимается селекцией СОИ, когда-то приняла принцип называть все свои сорта по наименованием рек. Это достаточно хороший, красивый принцип, потому что названия рек красивые. Вилея, Ясельда, Ольца, Ствига, Альбудь, Припять и так далее. Создано много сортов, много рек в Республике Беларусь с красивыми названиями. С другой стороны, если сорта ориентированы на частного покупателя, то и названия могут даваться такие, которые будут привлекательны для покупателя, для простых обывателей, как большинство тех, кто приходит в магазины и покупает семена. Я тоже являюсь селекционером и тоже создаю сорта, сорта в большей степени для промышленного возделывания, сорта фасоли, гороха, бобов. И названия у меня были связаны с озерами. Например, мой сорт фасоли называется Ричи. Это озеро, которое делится между Литвой, Белоруссией и Латвией. Мне очень нравилось, что вот одно озеро, а у него граница с тремя странами, такой символ какой-то дружбы, кооперации. Вообще все сорта, которые продаются в определенной стране, должны быть зарегистрированы в реестрах сортов. Только сорта, включенные в реестры, в частности в Белоруссии и в Российской Федерации, они имеют право на то, чтобы быть проданными на территории этих стран. Реестры эти являются общедоступными и посмотреть их можно вот на этих сайтах, скачать и периодически как-то обращаться к ним, для того, чтобы проверить, есть сорт в реестре. Надо отметить, что и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь, если сорт не включен в государственный реестр сортов, то его производство, использование и реализация запрещены. То есть наличие таких сортов в магазинах является административным нарушением. При этом я, когда сам захожу в магазины, я, конечно же, смотрю, обращаю внимание на семена, которые продаются, и иногда вижу какие-то совершенно удивительные названия, которых нет ни в одном реестре не только Российской Федерации и Республики Беларусь, но и даже мира. Ну, о чем это может свидетельствовать? Это может свидетельствовать в том, что там может быть насыпан ординарный сорт, какой-то очень простой, а маркетологи фирмы, которая упаковала эти семена и продает, они сидели и придумывали, какое же там название придумать, чтобы оно было коммерчески успешным, и чтобы народ повалил и начал его хватать. Какой-нибудь русский размер, сибирский, крепыш или еще что-то такое. При этом, конечно, эти сорта могут быть реальными сортами, которые выращиваются, но если это сорта российского производства, и это сорта упакованные и продаются в России, то они должны быть зарегистрированы в соответствующем реестре. И для того, чтобы узнать, обманывают вас или нет, в этом случае, конечно, стоит обратиться к реестру на этих сайтах и, соответственно, посмотреть в каталогах, вообще существуют такие сорта или не существуют. Вот первый же поход в магазин в Республике Беларусь показал, что, например, вот три сорта перца, вот они все есть в реестрах, или России, или Беларуси, и, по крайней мере, уж можно говорить, что точно они не фейк, не что-то придуманное из головы, что туда с большой долей вероятности сыпанули именно то, что тут и написано. С другой стороны, вот эти вот три сорта перца не входят в реестры ни Российской Федерации, ни Республики Беларусь. Конечно, это не значит, что однозначно это какие-то фейковые названия, не имеющие отношения к тому, что там насыпано. Потому что, ну, эти сорта могут быть зарегистрированы, например, в странах Евросоюза, еще где-то, но были завезены в Российскую Федерацию, в Республику Беларусь, как бы сказать, незаконно и реализуются незаконно. Ну, конечно, если только нет каких-то специальных разрешений, которые были приняты на очень высоком уровне органов государственного управления. Я вас призываю внимательно относиться к тому, что вы покупаете в магазинах. Если у вас есть какие-то сомнения, то обращайтесь вот на эти официальные сайты уполномоченных органов для того, чтобы проверить, есть такие сорта или нет. И я уверен, что в этом случае шанс быть обманутыми у вас будет гораздо-гораздо меньше. А я благодарю вас за внимание, благодарю, что вы на канале Процветок. Для того, чтобы получать самые свежие новости из мира сада и огорода, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И буду вас рад видеть в наших выпусках и в дальнейшем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok